Сегодня мы будем поднимать тему по поводу озон. Так, и сейчас я приглашу его. Так, будет прямой эфир. Приглашаю Сашу. Мы сейчас расскажем все тонкости. Ну, не все, но поделимся многими. Это будет очень интересно. Для тех людей, кто хочет себя попробовать в маркетплейсах. Саша, привет! Да, всем привет! Санечка, ну давай мы немножко расскажем, с чего же мы начинаем, какие у нас могут быть косяки, за что я с тобой столкнулась. Я такая вся идейная, сразу такая, Саша, давай это возьмем, давай это. А Саша говорит, стоп! Потому что Саша, наверное, знает, да, как начинать свой путь, чтобы не обанкротиться и не попасть в какую-то просадку. Саша, пожалуйста. Да, на самом деле, потенциально ошибок новичков очень много. То есть, и тут даже конкретно что-то не выделить, но основное это как раз таки подбор категорий. То есть, подбор товара. И в целом очень многие, в свою очередь, запинаются именно на этом этапе, по той причине, что у них нет просто-напросто изначального даже опыта какого-то, понимания того, как это сделать грамотно и правильно. И, к сожалению, многие до сих пор живут с такой идеологией, что, мол, можно там пойти на кухню, взять что там лежит, найти поставщика, начать это продавать. То есть, к сожалению, сейчас уже давным-давно таким образом на площадку никто не выходит, так не работает просто-напросто. То есть, там года два-три назад такое вполне все реализуемо было, конкуренция была абсолютно там, ну вообще, ее практически и не было. То есть, сейчас же, наоборот, это более конкурентный рынок, в котором просто нужно уметь работать. И в случае даже того же, например, отбора товара, вообще в целом всем рекомендую, если мы говорим за подбор, поиск товара, делать исключительно упор на свой бюджет. То есть, на тот самый бюджет, который вы планируете заложить на старт своего работы. И даже если говорить конкретно про какой-то ваш стартовый капитал, то есть, есть у каждой категории определенный свой порог входа. То есть, и говорить про то, что, допустим, там в какую-то категорию вообще нельзя заходить, тоже на самом деле не очень корректно. Но, с другой стороны, под тот или иной бюджет, конечно, эта вся история не проходит. И, то есть, тут я однозначно рекомендую выбирать менее конкурентные категории, но в которых есть, допустим, какой-то потенциал. Если говорить за конкретно те категории, в которые точно я бы сейчас не сувался вообще бы ни с какой, например, суммой денег, это однозначно что-то связанное с носками, да, что в целом очень многие думают, что вот как бы носки, это все здорово, это классно, круто. Ну, а сейчас уже есть очень-очень сильные ребята. Да, 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 которые просто забирают на себя всю вот львиную долю рынка. То есть, это что-то из разряда тех же чехлов для телефонов тоже. Это товар с низким чеком. В целом, вообще изначально, когда вы начинаете работу со своей площадкой, с площадкой-зоном, да, я не рекомендую выбирать товары с каким-то там прям низким чеком. То есть, все, что до 500 рублей, считается товары с низким чеком. И, в свою очередь, если вы подбираете такие товары, у вас появляется огромнейшее количество рисков, как минимум в экономической части. И в этом случае однозначно, то есть, начинайте работу, ищите товары там 500-800 рублей, это будет в целом оптимально для вас. Вот. То есть, если более конкретно говорить... Я хочу тебя перебить, я хочу рассказать своим подписчикам, что почему я выбрала именно тебя. Потому что ты молодой, потому что ты в теме, то, что происходит сейчас на данный момент в маркетплейсах. Я, на самом деле, немножко древняя. И если смотреть со стороны мудрый человек, или человек, который уже прожил на этом маркетплейсе долгое время, там он все время обновляется. Почему я выбрала именно тебя? Потому что ты в теме не так долго, но при этом ты ее сечешь очень сильно. Ты понимаешь, что к чему на данный момент. Потому что те, которые уже львиную долю там имеют, им уже так неинтересно разбираться в том, что происходит сейчас. Те, которые уже давно зашли, они уже такие монополисты, они уже такие тяжело сидят. А ты сейчас крутишься во всей этой истории очень активно. Поэтому я захотела к тебе. И я хочу рассказать о тебе только из-за того, что ты, как молодое звено, ведешь сейчас эту историю очень так, как объяснить, молодым умом. Ты видишь это все другими глазами, чем, например, я. Я когда с тобой встретилась, давай я так расскажу. Я говорю, Саша, я хочу там трусики, лифчечки. То все, Саша мне стоп, говорит, нельзя этого делать. Давай курточки, не надо. В общем, Саша меня остановил, потому что он изучил весь этот рынок. И понял, как лучше действовать. Не для того, чтобы я просто открыла Озон, и у меня там этот товар пылился годами, и он не крутился. А Саша меня пытается вывести на такой уровень, чтобы я очень быстро вошла, подняла, и пошел оборот. Вот, поэтому я вас знакомлю, Саша. Сашенька, извини, я тебя перебила. Продолжаем. Супер, спасибо большое. Вот, очень ценно. На самом деле, касаемо времени работы с площадкой тоже. На площадке, да, уже я более двух лет работаю, и очень много тут и вправду обновлений тех же происходило, которые просто, можно сказать, площадку кувыркали. То есть даже те же рекламные какие-то компании. То есть совсем приходилось, так скажем, знакомиться заново, но сейчас более-менее как-то это хоть все устабилизировалось, стало понятно, как с этим всем взаимодействовать. Поэтому вот. Ну так вот, вернувшись к теме касаемо категории, касаемо товаров, тоже очень важный момент. Когда вы выбираете категорию, очень прям точечно рекомендую пытаться поработать над психологией вашего потенциального что конкурента, что потребителя. То есть если мы говорим за те же, допустим, товары, так скажем, общего спроса, то есть которые у нас там сумасшедшими просто объемами там скупаются в Новый год, то есть что-то из разряда там гирлянд, елок, я не знаю, там все вот в этом духе. В такие категории я не рекомендую заходить. Почему? Да, в них очень много денег. Да, если мы говорим, допустим, классически даже за те же там гирлянды, они покупаются просто сумасшедшими объемами и продаются, да. Но таких людей, которые как раз и думают о подобных товарах, очень много. Но если, допустим, чуть-чуть расширить, так скажем, свой спектр выбора, да, мы должны понимать, что тех же самых новогодних товаров куда больше. То есть вы покупаете каждый год не только елки и не только гирлянды. Вы также покупаете там потенциально своему ребенку, там, ледянку, там, что-нибудь такого формата. И если вот немного вот к этому всему чуть-чуть с другой стороны относиться, множество из других классных категорий сезонных, да. То есть я же не говорю про то, что сейчас начинается сезон и не стоит вообще там на него обращать внимание. Почему? Это просто чуть более шире попробуйте вот как раз-таки эту всю ситуацию разогнать. То есть никакие елки, никакие гирлянды, даже не думайте, но смысла нет. Вы уже как минимум не успеете. Скажи, пожалуйста, сильно отличается большой, например, товар, да, или очень маленький? То есть в продаже, вот, например, елка, да, это большая коробка, или бикини, маленькие трусики, да, но может быть маржа приблизительно-то одинаковая. Скажи, пожалуйста, Айв, в чем в них отличие, чтобы зайти? То есть насколько человек начинает, ну, тратить деньги на упаковку? Вот это вот все, это насколько сложнее? Да, кстати, на самом деле та же самая габаритность товара тоже стоит учитывать. Не нужно там сразу же, допустим, там продавать какие-то гири по 50 килограмм. То есть просто даже представьте для того, чтобы вам там продать одну гирю, которая там весом 50 килограмм, ее нужно упаковать, дотащить до пункта выдачи. То есть это сумасшедшая история, то есть все в разы проще. То есть продавайте простые максимально товары, ну, среднего размера. То есть не нужно там залазить в мебель, если у вас нет каких-то дополнительных там знакомых, например, да, людей, которые, может быть, мебелью занимаются, какую-то связку можно придумать. У меня есть. В целом, да. По габаритности, да, в целом, то есть тоже прям сверхгабаритные товары я не рекомендую, хоть и сам с ними работал, то есть мы работали с электроинструментом очень долго. И, ну, честно скажу, это просто тяжелые деньги, то есть именно тяжелые в плане веса. Может быть даже не в упаковке самой, да, там дело, что там расход на упаковку, а сам факт. То есть для того, чтобы вам совершить одну продажу, вы представьте, вам, ну, то есть вам нужно эту всю громадину куда-то там это все принести, как-то даже там штрих-код на нее наклеить, еще ее там отвезти, отправить, то есть это все куда более громоздкое. Работайте со средним размером товара, там что-то максимум, ну, там 30 на 20 на 10 сантиметров, это огромнейшее количество подобных товаров такого размера. Смотри, Саш, ну, вот, например, мы открываем магазин, да, и мы завели один товар, а вот он мне, ну, не совсем он мне понравился, но мы его распродали, потом уже скинули его по скидке, убрали, я же могу другой, еще другой, а можно несколько завести на этот магазин. Да, касаемо товаров, вообще без каких-либо проблем у меня вот у учеников на магазине там может продаваться что-то из разряда интим товаров, и рядом же там разделочная доска там для кухни. То есть на самом деле, вот, опять же таки, тут важно отталкиваться именно от психологии потребителя. Очень малое количество людей в целом, переходя, допустим, там на какой-то товар, вообще заходит в магазин. То есть у меня даже на обучении были такие случаи, когда вот на моем обучении вообще девочка узнала о том, что можно вообще в магазины заходить при покупке товара. То есть она думала, ну вот, ты просто выбираешь товар, его добавляешь в корзину, все. То есть и таких людей достаточно большое количество, которые вообще в магазины даже не посещают. И это на самом деле очень круто для нас, потому что мы можем максимально широкую линейку нашего ассортимента, да, иметь. Ну, либо в любом другом случае, если вы хотите к этому более ответственно относиться, я бы рекомендовал просто-напросто создавать еще один магазин. То есть на Азоне, в отличие от того же Wildberries, есть такая возможность, это все делается бесплатно. А можно ли на один аккаунт, например, на одно ИП открыть несколько магазинов? Да, да, я сейчас именно про это и говорю. То есть это без каких-либо проблем. Захотели отдельно магазин по интим-товарам? Пожалуйста. Отдельно по каким-то кухонным принадлежностям? Пожалуйста. То есть как бы это даже и для... Это просто лишь для дополнительного удобства. И вот, чтобы, допустим, вы четко понимали, что вот здесь у меня магазин интим-товаров, здесь у меня там разделочные, условно, доски, там, посуда, что-то подобное. Порядки вещей вообще, да. То есть все осуществимо. Я задам тебе вопрос, он выходит из нашей темы, насколько выгоднее и чем выгоднее Озона от Wildberries. Потому что меня закидали этим вопросом, почему не Wildberries, почему не Wildberries. Супер. Ну вот просто хотя бы три фишки, скажи просто из-за чего. Да, очень частый вообще вопрос, очень частый такой вот прям контраргумент, что, мол, вот. Ну, первое добавлю, самое первое, да, первый пункт отличий. Озон – это в целом сбалансированная площадка. То есть у нее внимание диверсифицировано как и на продавца, так и на покупателя, так и там на каких-то партнеров. У Wildberries же это исключительно про покупателя. Вот почему вы делаете больше покупок на Wildberries? Это в порядке, ну, это логично. Я в целом, ну, достаточно тоже часто, именно если говорю про покупки, я делаю покупки на Wildberries. Ну, параллельно также на Озоне, да. То есть потому что Wildberries, он для покупателя. А вы как продавец, заходя на, допустим, будучи продавцом, заходя на там на Озон или на Wildberries, вы себе подбираете по факту партнера, либо же другими словами маркетинговое агентство, которое будет вам приводить клиентов. И Озон здесь как раз-таки более удобен, отзывчивая поддержка, как минимум. То есть если мы говорим даже за какие-то логистические вопросы, можно спокойно товар относить к ближайшему пункту выдачи, он доедет до вашего покупателя. У Wildberries же это нужно ехать на фиг пойми на какие склады, еще и они не во всех вообще далеко городах есть. То есть и вот как минимум даже из этих нюансов. Плюс также мне очень нравится именно Озон для продавца из того разряда, что там внутренняя реклама не требует каких-то дополнительных вложений. То есть грубо говоря, вы в свою очередь можете, допустим, продавать товар за 1000 рублей, говорить Озону, давай я тебе дам 100 рублей, но ты поможешь мне продать товар. То есть здесь заинтересованы абсолютно все и вы в продаже, и Озон в том, чтобы продать ваш товар, потому что он с этого также потенциально заработает. То есть как минимум вот из-за этих причин я бы однозначно первый маркетплейс выбирал бы Озон. Потом, конечно, спору нет, мы говорим в целом за маркетплейсы. Я бы масштабировался и Wildberries, то есть это необходимо. Ну можно и там, и там открыться. Вот на самом деле, я отклонюсь от нас с тобой, я строю дом в Сочи, здесь тупиковый город, здесь очень все дорого. Я здесь от болтика до люстры, до текстиля купила все на Озон, потому что там, вот я, например, прихожу здесь в салон, здесь стоит люстра 50 тысяч. Я захожу в Озон, она стоит 24 тысячи. Ну, конечно, были моменты, там, что мне разбитая раковина пришла, но они также точно сразу это все мне вернули, я отказалась, мне вернули. Поэтому весь дом построен именно на Озоне. На Wildberries таких не было позиций, которые я находила на Озоне. Ну вот да, то есть тоже Озон старается вне зависимости быть и клиентоориентированным. То есть даже вот тоже, вот к примеру, таким не очень однозначным товаром, сейчас вот мой лично даже отец сам делает покупки на Озоне, и вот ему на машину потребовались пороги. То есть кто понимает, про что я говорю, да, то есть ему на машину потребовались пороги, и он их нашел на Озоне. Для меня это на самом деле было, ну прям реально удивление, потому что даже пороги теперь есть на Озоне. Можно я тебя перебью? Я недавно летала в Китай, вот буквально совсем недавно вернулась, и я ездила на, у меня Cherry, Cherry 7 Pro Max, и меня пригласили как блогера туда, на их завод. Чтоб ты понимал, даже Cherry можно купить сейчас на Озоне, машину. То есть настолько вот они масштабированы, то есть я так понимаю, заходят туда крупники, заходят туда производство, заходят фабрики всякие, то есть молодцы. Но получается, значит, у них намного приятнее условие, что люди заходят прям заводами туда. Да, абсолютно верно, то есть в целом, если говорить про тот же Озон, это речь про все страны СНГ, то есть про большинство стран СНГ. То есть Озон также там доставляет активно товары там и в Казахстан, и в Беларусь, то есть это все как бы подключено. А Вайлдберридж до долгого времени вот не был, так скажем, настолько масштабен, то есть он работал исключительно по России, то есть он только сейчас вот масштабируется в страны СНГ, честно сказать, у меня есть знакомые, которые работают только на Вайлдберрисе, и вот говорят очень еще это все, можно сказать, на стадии тестирования находится, все это очень работает, пока что не очень корректно. Еще скажи, пожалуйста, Саш, а вот для того, чтобы, вот я немножко изучала, у меня у знакомых тоже на Вайлдберрис есть магазины, и они говорят, чтобы был оборот, нужно, чтобы у тебя в каждом регионе лежали по несколько, ну, много позиций. Для Озона также нужно? Да, у Озона еще и идут к этому премиальные некие бонусы, то есть если ваш товар распределен по всей стране, то есть по большинству вот именно кластеров, то есть по областям, так скажем, то у Озона еще и действует скидка на доставку. То есть это на самом деле огромный плюс для продавцов, которые вот как раз-таки потенциально хотят масштабироваться, потому что, ну вот, как многие предприниматели прекрасно понимают, речь за масштабирование – это всегда речь про дополнительные расходы, то есть как бы там ни было. А в случае Озона, то есть он наоборот в этом, ну, как бы идет навстречу, он дает скидку на то, что вот вы распределены по разным складам. И это опять-таки ситуация вин-вин, то есть это и Озону выгодно, что он быстро товары до покупателя доставляет, и для нас, потому что он делает скидку, это очень здорово. А вообще, да, если говорить конкретно за распределение, то это неотъемлемая часть масштабирования своего бизнеса на маркетплейсе, потому что мы все прекрасно знаем, что если мы покупатели, мы уже разбалованный покупатель, мы уже хотим товар не через неделю, а через три дня, или вообще завтра, то есть в порядке вещей. То есть мы должны понимать, что так как мы разбалованный покупатель, наша задача – приблизить наш товар как можно ближе к нашему потенциальному покупателю. Скажи, пожалуйста, вот опять не по теме, но так я прям сегодня хочу максимально дать вкусную информацию своим подписчикам. Скажи, пожалуйста, вот максимально удобная сумма, с которой можно зайти, но чтобы уже через какое-то время, там через два-три месяца начать зарабатывать, сколько она должна приблизительно быть комфортная, и чтобы ты уже понимал, что ты твердо стоишь на ногах. Не просто фигней страдаешь, там, жонглируешь, а уже какие-то деньги идут. Да, очень важный момент в целом, если мы говорим про стартовый бюджет, стартовый капитал, с которого лучше всего начать. Для меня самая вот прям золотая цифра – это там 50-100 тысяч рублей. С нее вполне вообще можно выходить, начинать там зарабатывать, вполне начинать работать, работу, да. То есть самое такое... А вот то, что нужно их там раскидать по всяким городам, ну это же этого не хватит. Вот просто... Конечно, это не хватит, но... Да, мы... Да. Объясняю, да. Если мы говорим про бюджет 50-100 тысяч, то есть да, конечно, мы не сможем распределиться по всей России, но, как я и сказал, то есть это варианты масштабирования, то есть это один из способов масштабирования. То есть распределение себя по разным городам. На старте это не так важно, то есть на старте мы фокусируемся немного на другое. То есть, а вообще самый критический, минимальный бюджет, с которого можно начать, есть ребята, которые начинали с такого бюджета, сейчас они активно как бы продолжают свою работу, это 20 тысяч рублей. То есть это прям самая-самая минимальная сумма. Да, но я с ней вообще... Это вообще просто... То есть, если у тебя есть 20 тысяч, у тебя есть информация, какими воспользоваться, ты можешь начать свой бизнес. Абсолютно. Не вытаскивай. Но есть одно но, очень важное но, которое я помечу. Если мы говорим за бюджет 20 тысяч рублей, вы должны понимать, что это самая минимальная критическая точка старта. И вы здесь просто подвержены как можно большему количеству рисков. Вот это очень важный ключевой момент. С нее начать можно. Есть ребята, которые со мной работают с таким бюджетом. Но я никогда его не рекомендую. Вот лучше всего, когда у вас есть 50-100, этого в целом достаточно. Есть большое количество категорий, которые пускают с таким бюджетом. То есть без каких-либо проблем вы сможете начать. Таня, сейчас скажи, пожалуйста, то есть мы заходим на Озон абсолютно бесплатно, размещаем там свою как рекламу или размещаем свой товар, рекламируем внутри или еще нужна какая-то реклама, чтобы он как-то поднимался. Есть определенные на самом деле алгоритмы продвижения. То есть, да, по факту регистрация у нас бесплатная. То есть, создание нашей карточки в личном кабинете бесплатное. Единственное, за что вы потенциально будете платить, это за продвижение. Так как я в начале нашего, так скажем, эфира сказал, что рынок вне зависимости конкурентный. И тут требуется, так скажем, ну все равно быть конкурентоспособным. И требуется сейчас вкладывать деньги в продвижение. Есть определенные алгоритмы, которые в целом поднимают твой товар выше твоих конкурентов. Ну и выводят, так скажем, на более продающую позицию. Вот, то есть, это, да, речь про рекламу, то есть, по продвижению. То есть, это также потенциальные самовыкупы, то есть, это также внутренние способы продвижения, то есть, рекламные кампании, которые там есть. То есть, примерно, вот, да, в таком вот формате. Самовыкупы, они обязательны? Да. Да, сейчас, на данный момент, я считаю, что они обязательны. По той причине, что, опять же таки, мы находимся в достаточно конкурентной среде. Но, тоже добавлю, вообще, очень важный момент. Многих слово конкуренция очень сильно пугает, очень сильно. И я всегда говорю одну очень простую истину. Там, где есть конкуренты, значит, есть за что бороться. Поэтому конкуренции точно бояться не нужно. То есть, люди тоже другие, не дураки. То есть, и которые, ну вот, вам составляют эту конкуренцию. Вот, если говорить, да, более конкретно за ситуацию того, что по продвижению, по самовыкупам, они сейчас необходимы. То есть, Озону выгодно продавать то, что продается. Это очень важно для себя запомнить. И тем самым, делая у себя покупки своего же товара, да, то есть, самовыкупы, мы просто создаем на свой товар искусственный спрос. То есть, тем самым, показывая Озону, что у нас есть продажи, вот, попродвигай меня еще дополнительно. То есть, это рекламное агентство, которое по факту зарабатывает с ваших же продаж. Я поняла. Так, ну что, давайте, друзья, может быть, кто-то задаст на вопросы какие-нибудь. Может быть, кого-то что-то здесь интересует. Напомню, что мы здесь делаем. Мы разговариваем про площадку Озон. Как выйти на Озон? Какие не нужно допускать ошибки в закупе? На самом деле, я такая вообще лохудра, такая, Саша, я хочу это купить, я хочу это. На самом деле, как женщина, я понимаю, чтобы мне, наверное, было нужно. А он, как эксперт, меня останавливает и говорит, что, Ксюша, это пойдет, это не пойдет. У нас такой-то бюджет, то-то надо сделать. В общем, без такого человека, как Саша, лучше не заходить. Объясню почему. Потому что, если бы я заходила, я бы натворила бы делу. И даже вложение 100 тысяч рублей, было бы жалко, то, что ты потратил бы и время, и деньги, и еще бы где-то застрял. А так это еще можно приумножить. Причем Саша рассказывает, что можно даже зайти с 20 тысяч рублями. И для меня это новшество. Думаю, как с 20 тысячами можно начать свой бизнес? Кто-то. Я бизнесмен. У бизнесмена 20 тысяч рублей в бизнесе, понимаете? Так, вот, Саш, смотри. Скажите, рекомендованная цена продажи на Озон. Спасибо товара 500-800 рублей. Это в закупе или уже цена... Видишь? Да, я понял, что за вопрос. 500-800 рублей – это уже розничная цена продажи. То есть, это та цена, с которой я бы рекомендовал в самом начале начинать работу. То есть, все, что ниже 500 рублей, да, все, что ниже 500 рублей, я не рекомендую. Это розничная цена, то есть, это цена продажи. То есть, закупочная ваша цена должна быть минимум в три раза в таком случае дешевле. То есть, для того, чтобы продавать товар за 600 рублей, он должен стоить у вас в районе 200. То есть, это примерно 200-230. То есть, есть исключения в разных категориях, потому что на все категории комиссии разные, плюс стратегии вывода этого товара, либо этой категории товаров, она тоже разная. Но в среднем, то есть, да, держите у себя в голове наценку, это, ну, условно, 250-300% наценка. Я уже просто привык говорить 2,5 x3, это всем понятнее. Есть такой момент, есть размерный ряд. То есть, для того, чтобы взять размерный ряд одежды, там, еще чего-то, да, вот, например, ML, SML, это же тоже, они могут зависать какие-то размеры, правильно? Надо что-то с чего-то начинать, что-то размерное, правильно? Да, если мы в целом говорим за первый товар, с которым мы начинаем взаимодействие на площадке, я никогда абсолютно не рекомендую одежду. Как раз-таки, да, потому что тут есть размерные ряды, здесь есть разные цвета, очень ярко выражена сезонность. То есть, с одеждой я, вот, как первый товар, точно бы не рекомендовал заходить. Вот, но как на перспективу отвечу на вопрос, да, что вот в таком случае, как вот это все протестировать, сделать, для этого вообще, для того, чтобы зайти в подобные категории, требуется более доскональный анализ рынка. То есть, для того, чтобы прям четко сразу понимать, с чем сюда приходить. То есть, если мы говорим, допустим, за какие-то женские, условно, блузки, просто, к примеру, да, то есть, мы должны понимать, что наш потенциальный клиент – это, скорее всего, молодые девушки. И вряд ли это будут прям, ну, в основном, какие-то, допустим, полные девушки, да, то есть, потому что, ну, это очень редко, такие девушки выбирают такой стиль одежды. То есть, здесь важно прям очень много поработать над психологией нашего потенциального покупателя. Как бы, если мы говорим за те же вот, за то же тестирование, есть определенная механика, она называется АБ-тестирование. То есть, когда мы можем там, ну, я пример именно цены приведу, да, то есть, именно к цене привяжу этот пример. То есть, когда мы сначала выставляем, допустим, какую-то сверхзавышенную цену и, допустим, сверхзаниженную, ищем вот нашу ту самую цену, по которой у нас будут продажи. То есть, это вот аналогично с размерными рядами. То есть, нам для начала все равно нужно протестировать, посмотреть, как у нас продаются те или иные размеры и далее, конечно же, пополнять остатки более ходовых позиций. Это однозначно. Я поняла. Так, я боюсь, что я сейчас тебе столько назадаю вопросов, что нам уже не будет возможности встретиться на следующем эфире. Ребята, давайте еще задавать вопросы, какие вас интересуют. Вот кто хочет, на самом деле я от себя скажу. Так, вот еще на какой товар нужен сертификат, кстати. Очень правильно. Катаемо документации, вообще, очень это частая проблема, очень частый вопрос. Часто он по той причине, что это неизвестность. То есть, когда люди начинают сталкиваться с торговлей, они такие, блин, там еще и документы какие-то нужны, что ли, обалдеть. На самом деле, у меня позиция по этому поводу максимально простая. Сначала дает возможность работать Озон без каких-либо документаций. И без каких-либо проблем вы можете начинать продавать свой товар. К слову, есть основные три вида документации. Это сертификат качества, отказное письмо и декларация. И вот когда мы работали с электроинструментом, что, вот представьте, вы нашли себе, допустим, какой-то товар. Ну, вот в моем случае это был электроинструмент, с которым я начинал работу. Декларация качества стоила только на один вид инструмента около 150 тысяч рублей. То есть, просто представьте. А вы заходите в эту нишу, по факту, когда вы выбираете первый товар, вы заходите с целью, так скажем, тестирования гипотезы. То есть, просто попробовать. И то есть, для того, чтобы просто попробовать, представьте, вот документ, да, вы сразу хотите приобрести документ, хотя он по факту не требуется прям для продажи. Зачем вам такие стартовые расходы? Конечно, когда, допустим, ваш там вот этот электроинструмент, электроинструмент в моем случае, да, начал приносить вам стабильно какие-то продажи, в целом карточка очень сильно прокачалась, вы теми же самыми документациями, ну, то есть, вот сертификатом, либо декларация, да, там, либо отказное письмо, вы можете тем самым усилить свою карточку, но точно не на старте пути, просто для того, чтобы попробовать какой-то товар, сразу искать, где же мне приобрести эти, допустим, документы, и платить за них сумасшедшие деньги. Вот. То есть, по документам это прям точно не сейчас. То есть, вот как карточка начнет продажи приносить, задумайтесь. Мы сейчас недавно, ну, как вот, 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 мы совсем недавно открыли ИП, мы зарегистрировали наш магазин, и уже, на самом деле, у меня сегодня весь товар уже пришел. Правда, ребят, я даже к нему не прикасалась. Все сделали Саша и его команда. Они получили товар через его поставщиков, они его упаковали, и уже завтра он уедет на Озон. Вы представляете, насколько все автономно, что я, находясь в Сочи, сидя здесь в квартире, занимаясь своим ребенком, и пишу свой блог, у меня работает весь этот процесс. Это просто, ну, я не знаю, я к этому долго шла, я об этом очень долго мечтала, я очень хотела что-то открыть такое, где я как бы существую, присутствую, но этим делегирую на других людей, и это возможно. Да, Саш, это вообще просто такая, для меня это находка, на самом деле. Я хочу донести до своих слушателей, людей, которые, возможно, тоже где-то сидят в глубинке, они не понимают, какие делать закупы, у них там нету этих рынков, это что, в Москву ехать, там, еще куда-то. Не надо никуда не ехать. Все есть у Саши, есть у него поставщики, есть у него упаковщики, есть все налаженное. Просто вы берете, соединяйтесь с Сашей, Саша вам все рассказывает, даже обучает, у него есть обучающий курс, он обучает вас и вас ведет. Есть разные преднадлежности, да, по-разному. Можно онлайн обучиться, правильно, Сань? Да, конечно, конечно. Есть сопровождение, то есть там разные подтексты, но сам факт, даже онлайн вам будет в помощь, потому что, если вы не глупый человек, вы онлайн тоже разберетесь, даже если вы где-то на Урале сидите и не знаете, как это все делается. Поэтому, мне кажется, это очень крутая сейчас возможность выйти на маркетплейсы, особенно если есть такая возможность сделать это легко. Если, как бы, Валберес у меня, если честно, я не хочу грешить на Валберес, но у меня друзья, которые там зашли, даже с полтора миллионами, они плачут и говорят, что это просто какой-то кошмар. Постоянно штрафы, постоянно у них какой-то стресс, то есть надо как-то эти все поднимать, там что-то жить этим, ну, короче, сходят с ума. В какой-то момент, если ты этим живешь, может быть, что-то приносит, потом чуть-чуть отпустил, все это тебя закидывает, там, штрафами, всем на свете. Я надеюсь, что на Озоне так не будет и будет совсем все по-другому. Если у тебя есть еще человек, который сопровождает тебя, это вообще огонь. Да, у меня тоже есть что добавить. На самом деле я сам не там коренной житель Москвы и чего-то подобного, то есть я сам в целом живу в регионе, а если быть точнее вообще в Сибири, то есть в Красноярске, в городе Красноярске, то есть даже вот находясь за там четыре тысячи с лишним километров от Москвы, и работа в целом, ну, работает так же, как и она и была. То есть на данный момент просто я сейчас прям нахожусь в Москве, и так как, ну, вот мы недавно совсем как раз перевезли некий вот этот вот склад, называется он Fulfillment, да, на котором мы за вас просто товар принимаем, упаковываем, пересчитываем, проверяем на брак, вследствие его отгружаем на Озон. И на самом деле тоже математически, даже если так вот объяснять, то для большинства вообще людей это даже выгоднее, ничем самому ковыряться с этим товаром. А поверьте мне, вы как предприниматель, как бы хоть даже вы там нашли товар, с которым вы всю жизнь мечтали работать, я там не знаю, даже все равно такой товар вас очень сильно быстро прям заколебет, он вам надоест, и вы прям захотите от него избавиться. И для этого как раз таки есть Fulfillment. И вообще тоже вы как предприниматель должны понимать, что вы должны заниматься именно ключевыми задачами. И мы как раз это все полностью перекрываем, то есть полностью вся логистическая цепочка, вы даже свой товар вживую не увидите, а он успешно упакуется по регламенту, да, тоже очень важный момент. Упакуется и отгрузится на площадку. То есть и начнутся у вас те же самые продажи. Саша, скажи, сколько процентов берет вот эта вот вся компания за свои услуги? Да, касаемо Fulfillment, мы с каждым разом стараемся наши, так скажем, цены оптимизировать. У нас это очень круто получается. На самом деле даже сейчас не схалтурив от слова совсем, я уверенно могу назвать наш Fulfillment топ-5 в целом по России. Просто мы не признанные топ-5, но у нас реально условия, которых нет вообще в целом здесь вот в Москве, потому что перед переездом сюда мы очень много анализировали наших конкурентов. Тут они принимают только от 100 штук. То есть все вот в этом духе. То есть мы вправду находимся по условиям, по предложению чуть ли не в топ-5. То есть того, что есть сейчас у нас на рынке. Если брать конкретно Москву. Касаемо стоимости. На самом деле зависит от множества факторов. То есть это зависит от размера товара. Это зависит от веса товара. Но в среднем, как правило, это около 50 рублей, там около 40-50 рублей на одну штуку. То есть опять же таки примерно. Не дорого. Ну в среднем. Да, бывает, когда товар, допустим, там чуть более габаритный, там он может быть подороже. То есть, а в целом это все максимально доступно. То есть для того, чтобы даже вам самостоятельно начать там упаковывать товар, вам нужно купить ту же самую там пакет, вот этот упаковочный, к примеру, да. Тот же термопринтер, который стоит 4-5 тысяч, 4-м этикетку, плюс ездить, забрать, плюс ездить, отвезти. Это все то на то и выходит. Ну да. И изначально, да, то есть этот расход просто в юнит-экономику закладывается. Ну да. Ой, ну Саш, ну мы много с тобой, конечно, тут всяких секретиков рассказали, да? Ребят, ну а я могу сказать одно. Сегодня мы больше не будем рассказывать вам никаких секретов. Следите за нами. У нас еще есть сейчас чат, где мы показываем вообще весь мой путь в Озон. И он у нас, я сейчас прикреплю здесь под видео. На Сашу тоже, подписывайтесь, тоже прикреплю его ссылку на Инстаграм. Вот. А все остальные прямые эфиры, следите за нами. Хорошо? Саш, спасибо тебе огромное. Пожалуйста, всегда рад. Ребята, все, оставайтесь с нами, следите за нами, посмотрите, как мы быстро богатели. Супер. Супер. Все, всем спасибо, да, всем получается пока.